Всем привет! Вечер среды или четверга? Среды. Среды. Четверга. Четверга. Окей. Студия Стас Ломакин и Петр Сальников. Есть. И сегодня мы показываем важнейшую, важнейшую игру. Лучшую. И лучшую в то же время. Это FIF. На самом деле первая часть. А GOLD это, как я понимаю, какое-то переиздание? Нет, это бандл продавался год назад в стиме. Я его купил. Все три части по цене одной, как говорится. За 100 рублей. Что-то типа это. За 75. Да, да, да. Как сейчас это принято. Продавать игры вообще за копейки, чтобы их наконец-то перестали качать. Короче говоря, смотри. История такая. В 98 году вышло очень много крутых шутеров. Это вообще важнейший год. Лучший год. Да. И особенно в декабре все вообще поехали окончательно. Потому что вышла Half-Life. С точки зрения Story Driving вообще игра величайшая, основополагающая. Как верно сказал Петр Шевякин, понял после нее, что игры больше не будут прежними. И вышел FIF. А в августе до этого еще, между прочим, вышел Rainbow Six. Да. И вышел Син. И вышел... Син? Это было в 98-м точно? Да, 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 да. И Турок, кажется, тоже вышел в 98-м. И вообще все было хорошо. И Хекс Эн 2, и Редная Крампейдж, и Блад, и Шэдоу Уориор. Седьмой уже год. Нет, 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 нет. Серьезно. Это 98-й. Это 98-й. Это 98-й год. Вот. Здесь такие зануды сидят. Да, да, да. Вот. И FIF была одна из тех игр, которые конкретно я... Ты играл в 98-м? Да. А я играл в 99-м. Я в нее играл, вот, типа, прошлым летом. Я ее купил на Стиме и поиграл в нее из серии «Первый раз». Вот так. Потому что в палатках была сплошная халфа, как бы. Что такое FIF в палатке на моторной никто не знал. Никто не понимал, что я говорю вообще. Я прочитал в журнале GMX. Да, да. И тоже в письме читателя, короче. Вот, короче, смысл в том, что FIF это игра от Looking Glass Studios, из которой впоследствии выросли такие люди, как Харви Смит, который сейчас работает в Arkane Studios и работает над, в данную секунду, над финальным DLC для Dishonored. И Кен Левин, тоже оттуда же, который известен вам по Bioshock Infinite. Собственно, Looking Glass Studios же занималась System Shock и вообще... Выросла в итоге в Rational Games. Совершенно верно. Arx Fatalis, Ultimate Underworld, это все эти чуваки, они придумали... Они вообще придумали скрестить RPG с механикой шутера от первого лица. То есть RPG от первого лица из серии Eye of the Beholder или Might and Magic, они имели свое место в истории видеоигр. Это была смешняга. Да, это была смешняга, отстойнейшая. И вот Looking Glass придумали именно шутер, когда у вас все как в шутере, то есть вы можете стрелять. Собственно, War Inspector, кстати, тоже, насколько мне известно, оттуда же. Ну, там как минимум, да, одна тусовка. Они придумали, они поняли, что надо усложнить механику шутера, потому что до этого шутеры были вот вообще вот такие вот. Наверное, Crumpage, это была просто игра, где чувак из деревни стрелял по всем из ружья. По комарам. По комарам там, вот. Вот такой сюжет и геймплей соответствующий. То есть, обычно дизайн документа там состоял, не знаю, из нескольких страниц. Да, Redmi, TXT, это сюжет первого Quake. Да, кстати. Да, давайте, в общем, начнем. Мы играем сегодня на сложности Expert, это максимальный уровень сложности. И, кстати, пропускаем тренировку вообще из огня до в полами. Короче, смысл в том, что сразу про сложность скажу. CYF это уникальная игра еще и потому, что здесь уровни сложности не просто добавляют вам больше врагов и убавляют вам количество аптечек на уровне, как это часто происходит в любых играх. А здесь уровни сложности меняют скорее сам подход к тому, как вы будете проходить миссию. То есть, конкретно в первой миссии на уровне сложности Normal у вас есть одно простое задание. Украсть скиптер из особняка лорда Баффорда. На уровне сложности Hard у вас появляется дополнительное условие никого не убивать. На уровне сложности Expert у вас появляется дополнительное условие не убивать охранников, скот, кошек, слуг. И выйти на улицу еще после того, как вы украдете. То есть, это супер вообще все. Ну и там позднее появляются такие штуки, как отсутствует какая-нибудь кнопка на стене, вам нужно искать обходной путь, отсутствует лестница, которая есть на другом уровне сложности. То есть, да, реальная игра переворачивается с ног на голову и обретает дополнительные оттенки в зависимости от того, какой уровень сложности вы выбрали. Я не знаю второй такой игры, честно говоря. А я знаю немало игр. Это стандартная штука, когда изменяются условия ради повышения сложности. Ну, блин, конкретно к примеру. Ну, стандартная штука обычно это типа на Hard у тебя больше врагов и меньше здоровья. В общем, как ни странно, еще одна важная пояснительная вещь, о которой обязательно нужно проговорить. CYF это игра 100% про механику. То есть, здесь нету сцен на движке, здесь нет кинематографических вставок, которые у вас отнимают управление неожиданно посреди игры. И вот этого всего дерьма здесь нет. Когда до этого еще не додумались? Ну... Кутея еще тогда был такой, ну вообще... Ну, его не было, да. Ну, в общем, смысл в том, что здесь 100% геймплей, при этом здесь есть офигительный сюжет, очень крутая атмосфера и очень интересный и любопытный бэкграунд, который сопутствует вашим путешествиям. Отвлечемся. Вот видите, эксперт. Прокорадитесь в особняк лорда Баффорда. Куча заданий. Да, вот, смотри, прокорадитесь в... Короче, начнем с нормала. Да, нормал. Прокорадитесь, значит, достаньте скипетр, и все. Грубо говоря. Здесь, значит, хард. Никого не убивайте. Найдите еще 350 золоте. Да. И выбирайтесь на улицу. На эксперте никого не убивайте, 700 дополнительно барахла надо найти. То есть, ты такой украл все, еще как дурак лазишь, короче. И еще баблей. Не, серебро выносишь там, реально. Тарелки, вазы. Вот. Здесь очень крутой... Кстати, если вы играли в Найф оф Данвелл, там перед миссиями происходит примерно то же самое. То есть, вы закупаетесь... Этой самой, как это называется? Снаряжением. Да, да, да. Перед миссией. Нам понадобится пара стрел. Здесь уже сразу видно, видите, обычная стрела, самая обыкновенная. Стрела с водой, с помощью которой можно тушить факелы. Позднее появляются стрелы с мхом, которые разбрасывают вокруг себя мхом. С погремушками в этой части? С погремушками обязательно все стрелы. Слушайте, извините, пожалуйста, меня. Не надо переназначить кнопки. Не готовились к трансляции. Да, ну да, типа noise maker arrow с огнем, который можно, собственно, взрывать врагов, либо зажигать факелы обратно, потому что там есть пазлы, которые с этим связаны. Так, вот так, вот так. Я надеюсь, что это... Да это неважно. Backward. Вот. Дония. Континуем. В общем, это парадный вход в особняк. Туда нам нельзя. Нам нужно обходить всю эту ситуацию по улицам. Обратите внимание на карту. Карта не показывает вашего текущего местоположения. Она показывает, где примерно вы находитесь. Вот эта голубая... Значит... Область. Голубая область, да. И здесь куча пометок. Arrow cache pick up on route. Вот мы туда идем. Причем не лучшим почерком. Да. Я дошел до миссии, где надо грабить дичайшую совершенно гробницу. И там, в общем-то, большая часть областей отмечена фразой Where am I? Вот. То есть вам вообще никто не говорит, чего, где вы, зачем вы там. И так далее. Собственно говоря, мне кажется, трансляция оборвется на этапе поиска стрел. Игра, кстати, нормально... Не то чтобы нарисована, но спроектирована. И не выглядит совсем уж страшно сейчас. Хотя это 98-й год. 90-й год. Вообще все эти игры, вот эти выдающиеся, которые мы вначале называли, даже Rainbow Six, они выглядят нормально сейчас. Ну, так, более-менее. Ну, потому что дизайн, понимаете? Да, да. Сам дизайн по себе был заюж. Знали толк. Да. Короче, нам сюда. Нам надо украсть у этого парня. Что, будем отвечать на вопросы, дорогих читателей? Да. Сейчас я немножко закончу по поводу сюжета. Да, давай. Здесь очень крутой город, который называется Город. То есть он прям так и называется The City. И в этом городе существует ряд группировок религиозных, околорелигиозных, враждебно или дружественно настроенных Гаррету, как зовут главного героя. Его имя сохранили нетронутым создателем грядущего сейфа. Тайне. Да, и здесь куча группировок, очень интересный бэкграунд, очень интересная проработка именно мира. Как, что, зачем они это делают. Локации очень классные, наполненные всякими там мистическими вещами. Плюс вот в новом сейф, насколько я знаю, не будет магии вообще. В старом сейф, в который мы сейчас играем, есть... Господи, ты почему что так со мной ведешь-то себя? Есть зомби, есть магия, есть, опять же, стрелы со святой водой для того, чтобы этих зомби как-то, да, с ними бороться. Есть. Так. Inside at last. В общем, великая игра, великая. Да. Хотел что-то сказать, пока ты рассказывал про сюжет, забыл. Ну ладно, окей. Короче говоря, да, на тот момент не изобрели никакого ПТЕ, и это еще одна прелесть этих игр, всех, кто нашли Half-Life, и Киф, то, что здесь остается нормальный акцент на игровом процессе. Вот. Без всякого запомоивания. И на тот момент, конечно, еще не добрались до конца, решу-то, кстати говоря. Да. Ну как? Zero Tolerance, конечно, не понят меня. Ну, в 98-м году Zero Tolerance уже был давно, а что там, был он турок, это же игра, по-моему, изначально для Nintendo 64. Верно. Да, в общем, на тот момент шутеры развивались во всех направлениях, получается. Я еще хотел сказать про заимствование. Тут кто-то говорил в комментариях, что, мол, истыв, там, подрезали то и это. В общем-то... Подрезали кто? Да разные люди. Вот видишь вот этот вот черный кристалл внизу? Ну. Раз я вышел на свет, ничего не напоминает? Нет. Ну, то есть, здесь есть конкретные стадии вашего, так сказать, вашего инкогнито, стадии инкогнито. Сейчас вас не увидят при всем желании. Если вы, конечно, произведете шум, то охранники начнут искать героя и рано или поздно они его найдут. Опять же, если вы даже сидите в темноте и мимо вас проходит охранник, если он на вас наткнется, ударив полбу чем-нибудь, вы же сидите там, когда-то вот, то он сразу поймет, в чем дело. Да твою-то мать. Медленно оседает. Медленно. Слушай, ну кто на самом деле это заимствует? Dishonored? Но это те же люди. Splinter Cell. А, Splinter Cell. Ну да, это такая особая история с компанией Ubisoft. У нее по каждому вопросу есть свое мнение. Вот ее мнение. Слушай, ну Splinter Cell это тоже ведь игра с точки зрения стелса выдающаяся. Только такого стелса, а-ля скорее Metal Gear. Я бы не сказал. Я бы сказал, что Splinter Cell я играл во второй Splinter Cell. Мне говорят, что в первом то же самое. Я ни черта не вижу на телевизоре, честно тебе скажу. Ты посмотри, какая там темень. на телевизоре зато цвета ярче. Атмосфера. Цвета ярче. Цвета ярче. А у нас нет случайно пульта? Мы тут на два монитора в общем разбили процесс. Еще и пульт? Да, 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 да. Надо посмотреть. Splinter Cell большая проблема во второй части заключалась в том, что я, например, иду и вижу, что рядом с дверью, в которую мне нужно, например, находится водопроводная труба. Это сто процентов означает, что дверь заперта и мне на эту трубу надо залезать. Точно так же, как вот эта история с растяжкой вот этот шпагат знаменитый Сэма Фишера между стенами. Это тоже применилось мной два раза или один за всю игру и то только тогда, когда ты иначе не мог пройти просто ее. Ну да, для этого он и сделан. Ну то есть, как бы, а где? Где игровой процесс? Вот. В Сэф у вас я сейчас на самом деле иду наугад, то есть я эту миссию прохожу уже наверное типа четвертый или пятый раз, то есть я знаю где и что находится. Но, во-первых, очень сложно даже повторно ее проходить. Ну как очень сложно? Напряженно. Потому что у вас нету долбанного маячка, который маячил бы у вас перед носом и говорил бы куда идти. То есть я вот сейчас нажму карту, где я? Написано, что я в подвале. Где выход из этого подвала? Чуть-чуть по хардкору просто. Да. Чуть-чуть. Вот exit to street вопросительный знак. То есть никто даже не знает, что это за... Может там и нет никакого выхода. Может от тебя ждут. Может и ждут. И игра на этом на самом деле наживается, так сказать. Вазу вот я подобрал. Понимаешь? Это прикольное условие. Прикольное условие, как какая-то недосказанность. Которое тебе предстоит узнать решающий момент. Ну, это классная постановка означает. Так. Заявки на трансляции, Crash Bandicoot. Да, кто знает. Пётр, делаю отзыв по FIF-4 на E3. Вы не ошибко радовались от увиденного. Да, кстати, это отдельная тема. Да, не ошибко. Вообще все впечатления по поводу FIF. Какое название? И не только один я, кстати, не ошибко радовался. мало кто радовался от этого перезапуска. По крайней мере, те, кто его увидели. Просто вот недавно, например, кто-то заметил, действительно, заметил, потому что заметочка была очень маленькая в журнале Edge английском, ну, в рамках E3. Там журналист сходил, поиграл и написал, что, в общем, все не то, все плохое, старое, избитое, плохо выглядит и вор. Главный герой выглядит как какой-то ворюга, скорее, а не вор. Вот, такая была формулировка. но я не могу сказать, что здесь он не прав. Ну, так ты-то что увидел там на E3? Я увидел игру, которая, ну, как бы, она не атмосферная совершенно, ну, то есть, это понятно, это очень тонкая материя, где, что там, атмосфера, не атмосфера, но если быть более конкретным, то там очень современный, именно в плохом смысле, осовремененный, знаешь, короче, дизайн. То есть, вот, что-то нашел, резинцо. То есть, там, например, аааа, фэк ю бич, сэси кирпич, вот он начал меня искать. Он, наверное, что-то сказал? Ну, он что-то сказал. А, он меня догнал, черт его дери. смешно ну да ну да в общем то там вот конкретный пример вижу деревянный потолок если ты видишь деревянный потолок в этой долбанной игре это значит что ты можешь туда вонзить специальную стрелу тебе эти стрелы выдаются на более позднем этапе в районе 3 что ли 4 миссии вот и благодаря стрелам которые называются ruro ты можешь спуститься например если высота слишком опасно тебе кажется или подняться в недоступную нишу какую-нибудь веревка да вот ты можешь этого не делать у тебя может не быть этих стрел ты можешь для лучшего exploring до для лучшего exploring для более так сказать четкого лутинга в новом ты стрелы со веревками можно вонзать куда угодно нет только в теме твою-то мать да подожди мне он меня он понял что они какие-то вялые только в те места в которые вот типа можно их вонзать то есть вот прям клетка знаешь такая квадрате я сюда вот ну да 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 ну не то что кутере то есть показывает человеку что ему надо делать там пресс дело не в том что нет он может быть этого и не может и не нужно ему делать может просто как вариант рассматривается на всему слышу просто не открыли какой-то вот этот геймплейный элемент который лучше было бы скрывать ну или как-то изящно более показывать да потому что там допустим есть вот знаешь потолок и ты в этот потолок не можешь вас здесь стрелу а вот типа есть рядом местечко отмеченные синей краской вот туда можно и больше никуда нельзя почему нельзя ну то есть и это ну ты такой как будто бы вроде неважно но это да это уже грубую условность ну на самом деле фиф происходит всегда держите два сейф файла в этой игре даже больше на самом деле фиф пресс применяется ну довольно старомодные приемы но дело в том что они они работают они очень хорошие очень жалко что они ушли вот не знаю сейчас наверное никто уже не отважится сделать вот такую вот карту и полное отсутствие навигации да 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 с этим бегунком который тебе показывают к обижать особенно особенно это все при приобретает дополнительное дно когда тебе говорят что да молодец конечно все украл теперь иди на улицу и ты такой а где я тут поворачиваю налево там или направо и ты вот например в четвертой миссии где гробницы она супер разветвленная ты мне можешь в тупую заблудиться потому что там где ты оказываешься там нет никаких пометок на карте которые могли бы помочь и ты ориентируешься по стрелкам но эти стрелки надо заметить они не броски и эти стрелки оставили чуваки которые ты находишь трупы короче трупы грабителей которые хотели вынести то же самое зачем пришел бы их там целая группа ты читаешь их книги дневники и собственно говоря узнаешь историю как все это вот в такой вот кстати видишь это приемным знаком дизона да нет недавняя поставка содержит несколько интересных для вас предметов ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла вот собственно скил скилера которым они говорят да и мне значит нужно найти шкатулку фолс батон то есть нужно и дно а это где компактность что такое компактность быстро словарь мне кажется эту шкатулку я не находил да вот папирус в котором написано ну в общем да история подается через эти дневники и вы находите эти дневники погибшие скажем так экспедиции грабителей и тогда вы по крайней мере знаете что эти стрелки нужно искать они такие-то знаешь как за как разбойник такой налево направо вот а в противном случае вы тупо оказываетесь вообще непонятном месте с непонятными ориентирами вот и карту он все время знаешь типа сообщать ну там типа мой сообщник нарисовал мне карту он конечно вроде как 10 лет назад там был да был слугой там типа вот это что что вывешиваете силу не очень крутой художественный прием да то есть там типа откуда у него взялась карта ну вот оттуда это просто забавная деталь очень интересно просто представьте себе игры вроде пока 3 без вот этой современной навигации до стрелочка да это же вообще то есть ты на задание отправляешься и тебе в никуда фактически да и тебе говорят там иди налево направо потом еще раз налево или что-то такое сообщает тебя это один раз или окей да что ж ты я такой тупой а что бежал к нему что даже если это на я знаю вот видите знаете почему сейчас обратил внимание наверное самые внимательные наши зрители уже заметили что пол в этой игре покрыт совершенно разными вещами да это отдельная статья за которую хотелось бы похвалить очень сильно ты потому что звуковой движок в определенном роде был уникальным потому что охранники понимали где вы идете звук распространялся определенным образом то есть вы например можете ориентироваться по шагам у вас здесь нет никакого радара вот вы могли ориентироваться по звукам то есть как идет стражник если у вас закрытая дверь вы слышите одно от открытой двери вы слышите другое панорама разные там и так далее и шумы производите разные идя по ковру вы остаетесь незаметным стоит сделать шаг на кафельную плитку как вы сами что видели до охранник на меня обратил внимание так что вот компактно если что это отсек так что какой отсек непонятно ладно я думаю посмотрим двинулся ли новый вор дальше средневековья по роликам складывается впечатление что там девятнадцатый век как дизона до оправка на альтернативу все верно короче там об этом говорили и сами авторы что они стимпанкой скрещивают дали в стимпанк и викторианскую англию как дизона это легко делать да так как предназначено предназначение сучка нашел тебя или он ищет он ищет скажи мне чего у тебя не нашел сейчас пашки мнотипу дал посмотрел посмотрел это в принципе рэдс конечно смысл в том что можно всегда такой ситуации взять вот вазу вот так вот сидя в углу бросить ее в другой угол так но и они побегут квазе условно вот что делать с ваза которая уже взял кстати смотри я играл в дизонард вот он тварь играл в зону по минимальном уровне сложности и просто проверял там какие-то штуки например соседней комнате охрана дверь открыта настежь и я вот открыл дверь пришел огромный дизонард бью бутылки но никто не приходит они не слышат что в соседнем помещении происходит вот такая деталь здесь же по-моему развернулись паваль тупой урод брось меня я тебе не нужен вот видишь издалека у меня не увидел потому что показано было что желтая здесь бы он у меня увидел сразу рассмотрел да так он не рассматривал что на самом деле очень сильно разница изображение между монитором потому что тут вообще все видно я пробегу интересно какое качество трансляции в таком случае так по вопросам да чтоб тебя кошки задрали опять когда будет трансляция поставить fdk давайте на следующей неделе проведем не вопрос хорошая игра недавно вышла вернее недавно выяснилось что выходит на пока до лошадь такая замена недавно вышла то есть выйдет для вас по поводу второй части фью что думаете да кстати ставить трилогия была да я играл вот в первую в общем-то и в третью первый с которым я познакомился был deadly shadows то есть третий и вы знаете он хорош ну то есть он прям крутой он в общем-то мало чем отличается от первого и второго кроме того что там графон понятное дело вообще на уровне нормально да пошел ты знаешь куда в жопу вот куда ты не можешь его убить на самом деле нет не могу я же эксперте играя don't kill anyone да 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 мне надо на самом деле туда то есть нет мне по большому счету он то не нужен мне нужен ключ ну да ключ у него болтается вот его видно по поводу того что средневековье ты вообще-то не в средневековье разворачивается то есть здесь стимпанк так все думают потому что дарк эйдж подрезал и все думают что дарк эйдж это уж точно с дарк project там был металл эйдж и дарк project точно сплинтер цел такая же фигня с разными покрытиями пола когда вышел спинтер цел не в девяносто восьмом году случае нет успею успел именно на третьей части поработал ур инспектор нам подсказывают она над сыфом да ты был хороший и проблема его как и кстати недавно показано игры call of tool заключалась в том что он вышел на консоли xbox да она пика позже граучим похоже на 1 до 6 как уже говорилось да это лишь одна школа когда одна школа как бы назвать не знали он был ул ул англансе они жили в америке изначально все да да потому что кейн studios как выяснилось сидят ли он сидят ли они во франции как он ищет своим лицом квадратный таким освещением смотрится очень смешно с таким получше конечно да но здесь еще разрешение 800 на 600 так вот здесь начинают сложности собственно мы дошли до тронного зала и дело в том что пол покрыт коврами лоскутами как бы и надо быстро пробежать его охранника которого нельзя войти никак может ты прыгнешь с одного ковра на другой если я прыгну я может попробовать я думаю именно так можно сделать да там дальше очень начнутся тоже интересные дизайнерские головоломки например в той миссии на которой я остановился про гробницу опять-таки там просто начать полный ад она реально она огромная с невероятной какой-то картой с огромным количеством врагов благо зомби от которых можно как-то отмахаться вот но правда если заканчивается стрелы с водой которые можно ненадолго превратить в стрелы со святой водой который забыл и затариться не по фигне купил два флакона себе думал хватит а там реально такая толпа за мной ходит просто вот если заканчивать стрелы с водой то приходится просто бегать от них ну или прятаться давай старый поворачивайся не туда ты не можешь его вырубить к сожалению но отсюда нет ну да я максимум что вот так сейчас попробуем прыгать играли вы в херетик хексы на другие клоны дом да да в херетик я играл и в хекс не играл и знаешь что кафель прыгать что эти скажу на что на поднимай тревогу вот тебе дизонор чувствуешь да 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 давай дизонор очень похоже на самом деле таки давай еще тебя отвлеклись так что попробуем короче я тоже играл в херетик хексы причем я даже помню играл очень классную штуку capture the flag местный он был даже не capture the flag местный стас был прав а местный старик он успел не знаю успел в общем очень азартно я бы сказал игровой процесс при том что все достаточно размеренно вообще лучший мне особенно нравится когда он вроде как начал что-то говорить что такой на пиццу вот он сейчас керкер давай что там оставить хотел охранника не порой туда пойдет он один так осталось и понять где все остальное лежит и где речь долбанная до баблевич она знаешь из клуба 428 0 на 700 что в принципе уже неплохо так вот в эту в этой миссии с гробницей там есть момент когда помнишь один из фильмов трилогии друзей оушена девица весна винсан кассель пробирается между лучами лазера вот теперь тем тем же самым надо заниматься только забью я тебя забью забью как цыпл муду да нет палочкой 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 на на какое не лицо страшно там стоят скульптуры и под скульптурами треугольники такие и ты при входе в помещение тебе ты можешь обратить внимание на каменную плиту которая на пороге прямо лежит написано что типа тот на кого упадет взор стража тот умрет not shall die face his death короче ужасное нагнетение всего и действительно так оно есть то есть вы попадаете в направлении вот этого треугольника который находится под скульптурой и вас insta fire происходит короче говоря то есть вас моментально просто фигачит каким-то заклинанием от которого не невозможно то есть пробежать мимо нельзя вот и надо понять как в общем как сделать так что у меня отпустил пожалуйста такое чувство что движок и систем шок да не все мужа кстати систем шок движок сыф ну вообще-то систем шок это игра 99 года ребята две ты движок и систем шоу а да ладно да систем шок движок девятого вторая часть да а первая наверно раньше 1 не трехмерная вот да а какая двухмерная платформер второй не нет я первый систем шок ну так как doom 2 а спрайтово да спрайня 1 1 дум же делался как они хотели ты знаешь что историю какой сейчас рассказал ой короче говоря чуваки из вид software изначально были фанатами систем шока дико дикими фанатами и они задумывали doom после успеха вольфенштейна именно как ну тогда это называлось клон то есть как продолжатель традиции систем шока тоже космическая станция непонятно кто вырвавшийся на свободу искусственный интеллект и прочее 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 все как нужно но джон ромеро решил что это не нужно нарисовал с вас тонну и пинтуху на всех стенах распял христа на последнем уровне сказал что сатана рулит короче говоря они сделали шутер прямолинейный про демонов в воду и дробовики обрати внимание что третий дум ругали именно за то что он вернулся к этой мысли ведь в третьем думе ты находил аудиодневники ты взламывал кодовые замки ну взламывал понятно ты исследовал уровне они просто носился по ним те было стрёмно вот то есть doom 3 он совсем другой и он крутой на сам ну как сказать но он крутой не этим уж и отстанет меня что ж ты что что какой то хоть если бы не вышел half-life дом 3 было бы другим да вообще все было бы другим на самом деле потому что там да вас двое да дела ну вот систем шок 2 он вышел тоже очень первых вот поэтому да и в втором систем шоке враги точно также начинают лицом крутить во все стороны если вдруг вас замечают хотя стелс в систем шок 2 весьма условный он напоминает таковой в bioshock и то есть вы можете подкраситься к врагу но конкретные стелс механики нету типа вырубить его или там во все-таки нужно убить спрятать тело вот это ничего нет то систем шок это больше шутер ворон спектр в ironstorm пошел в другую сторону он решил сделать то же самое но добавить больше больше элементов рпг и сделал the of sex кстати в прямом эфире этого еще не говорил скажу что прошел the sex the fall и она очень крутая я очень мне очень прямо очень круто но это для для мобильной игры это невероятно вы ты читал лицензии на нее другие нет конечно же не делать ничего не знаю просто оценки конечно ну такие я не знаю чем евро геймер 5 из 10 может быть в основном это вызвано бакфертом ты знаешь я просто думаю что люди ждут от deus ex на любой платформе ультра всего и как бы не понять зачем зачем этим заниматься чем это уже дальше долбаный долбаный мобильные геймин не убили как насчет трансляции покереть хекс ну черт не знаю вот они уже выглядят совсем ну во первых они выглядят уже совсем во вторых они и да не не теря они были же вторично и сильно в те времена каждая великая игра порождала волну посредственных последовательно некоторые были удачные оригинальные не знаю блат я знаю много фанатов игры блат конкретно прям которые сидели и и проходили стоят не было было клёвая не стою но это такой же клон по сравнению с дюк никем 3d она все таки какие-то рядами вообще не не очень нравился не казалось нам геймплей кривой прямой он впервые стал сквей дом 2 а потом до в койке как бы и софта знают взяли знали знали да потом что-то разучились да вообще я тут это смотрел недавно концерт чака бери в москве так чаку бери сейчас 87 лет да и он приезжает москву каждый год да вот ну и вот и софта мне сейчас напоминает чаку бери то есть он совсем плохо чак бери хуже дороже он прям вообще плани это вообще это но тут все короче но изобрести рок-н-ролл и разучиться его играть можно доказано чаком бери изобретателем рок-н-ролла что он плохо все ведет на сцене он играет но он играет какую-то херню короче то есть они у него есть группа которые серии это же кстати это все достаточно ужасно представьте у него члены группы на 30 лет его моложе быть на 30 лет моложе чака бери это 57 так а сколько ему 80 7 тип того зачем он это делает потому что он так очень хочет я думаю к ним приехали чуваки из агентства сказали так нигра бросай свою бросай градусник выплевывай таблетки вот так рассчитывает дожить довольно таки я походу на прикосновение западли довольно долго же здесь ползаем ну такова игра до кроулинг так стас когда рейнджеры никогда его же чувство может быть может хотя бы ретон до каста вольфенштейн да вот об этом хорошая игра тоже очень очень много в ней провел время да что ты сдох тварь как и в первый медал оф хонор вот это были конечно лана первыми до фона же это так очень хороший который на движке кайф-3 ну неважно по движке я понял когда вышедший хорошая игра около видите было круче около здесь было позже по-моему они практически одна а до call duty было чуть позже а вот с ультон только с вольфенштейн они вообще из этой вот трешки короче вот про вторую мировую войну самая крутая конечно ретон до каста вольфенштейн вообще как дикая игра я прошел из серии три раза в разные в разное время все три раза она дико проперла там есть конечно незабываемые моменты из серии уровня с этим самым где-то там в аэропорту но между это в аэропорту и потом тебе надо запуск ракеты там вот это вот очень круто чего на это отыграл тот вольфенштейн когда был потом немножко немножко и как ну что то не то не то я то есть я не разобрался но мне не понравилось в общем то то с чего она начинается то есть там начинается с того что много стреляют те надо куда-то откуда-то бежать а после этого тебя помещают в город в котором ты должен ходить собирать какие-то миссии общаться с членами сопротивления и прочее вот это вот я такой чему начальный город или типа того не ну я так понимаю что там на этом многое основано что ты находишься в некой локации где есть опасные и зоны вот и игра отталкивается то что получаешь задание и дешево выполнять потом приходишь обратно на базу в ритон дукас в львенштейн был крут тем что там было море экшена и меня первый дичайший от причем слушай ее сделали it raven raven даже ну вообще планируется трансляция попис волкер ну черти знает а разве не было слушать и столько уже будете трансляции по металл героев сил нет вообще да ну хотя это и виднее окей вопрос к вам растечь что не в тему скажите какую книгу считаете настолько отличный заранее спасибо слушайте я сочи сомневаюсь то что все здесь прочитали атлант расправил плечи но конкретно вам всем ребята ее нужно прочитать все же любят вешок ну в конце концов вот так не знаю керуака еще хороший роман на дороге тоже можно все бросить и прочитать как керуак на дороге и парк не посвященных викторианской эпохи я очень мало читал викторианской эпохи на русском в основном на английском и эти книги библиотеках вы так не найдете на русском очень классная книга ну на удивление питчфорд по моему зовут писательницу называется викторианский лондон вот я оттуда узнал множество очень крутых штук вот и свою очередь могу предостеречь есть такая очень модная сейчас книга называется просто империя посвященная величию английской империи в общем не покупаетесь если что там очень много про политику и довольно скучно написано да внезапно книжный обзор что здесь то происходит тем временем а сколько у нас баблевича скажу 490 ну в принципе немного планируется трансляция по джедая на и джедая к этим слушай отриграл в эти игры да 1 джедая на и да классная была хорошая неплохая такой мистерис of the sit да кстати это был по моему дил сик не какой-то еще где вот советуют урок 2 на трансляцию для дж какой-то но насколько понимаю причем я меня дико приличали скриншоты еще же был перезапуск турок да да про турка турции в общем ужасно все это было ужасно ты играл не да я писал даже не по моему рецензию короче вернемся к циф там нет вопросов про игру она никому не интересно вот например пётр стас как считаете нужен ли новый хив после дизонор ну вот кстати после хорошего модера игры можно да уже ответить на него как-то по-новому мы так и кстати с ли и говорили или не помню я точно говорю под лайне да не очень не очень нужен в таком виде именно в принципе опоздал то есть об этом этим пестрили газеты что называется я относился очень наоборот так сказать лояльно кто кто не заметил какой-то там что стоял как твою мать так ладно давай посмотрим быстро что здесь привет парни заходите ладно и в итоге когда я увидел игру я понял что непонятно зачем она нужна я очень жду аддона к дизонор который выйдет вот вот совсем скоро и я считаю что в этом жанре лучше дизонор пока что никто ничего не сказал мне очень нравится стилистика дизонор мне очень нравится механика очень нравится вот этот уирт щит который там происходит я недавно в твиттере прочитал ретвит был от harvey смита он постоянно там ретвитит отзывы людей касательно дизона который там только что прошли опять не заметила значит что за сволочь такая и там очень здорово было сказано очень метко что типа i was like ok this is the default assassination game then she got weird and the guy gave me magic heart и вот я очень люблю вот эти штуки неожиданно то есть я когда увидел кита вот до которого током и тебе заказали вытащить из него глаз потому что для этого нужно это он нужен для приготовления какого-то в зелье которое тебе поможет я прям такую чуще нифига себе вы придумали то есть много какой-то необъясненной и необъяснимой ерунды в этой игре происходит только аутсайдер например никто понять и не знает кто такие надзиратели никто не знает что у них за религия кто их кому они поклоняются не аутсайдер нифига аутсайдер них там как искуситель выступает при этом он помогает корва на а этот вообще ничего не слышал поспорено его там походу пьяный стоит пьяный 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 не пьяный на входе был реально пьяный заме двое пьяна хочу цвет погас нормально окей слушай тут очень настойчиво спрашивают по поводу вас то фас твое мнение вот или она где-нибудь пётр нет его нигде не было но мне кажется уже поздно об этом говорить немножко при вообще вообще ну слушай ты прошел можешь с паре предложений варе предложение могу конечно всегда все что хочу сформулировать всегда могу да мне last of us понравилась игра хорошая но она недесяточная я не понял но этой лишь не будет пояснять что это мое мнение там и так далее понятно что это мое мнение я же с вами говорю я просто не понял почему так много людей вокруг нее бегали и кричали что вау ребята а ласт оф ас обосраться вот эти твиты от гарик харламова что у него яйца там посидели от увиденного ну как бы мне она была совершенно не страшно во первых не играть если мы уж с этого начала с этого конца заходим мне показался но с точки зрения механики она не произвела мне никакого вообще впечатления то есть никакого когда я я начал играть закончилась заставка я почти прослезился начался началась игра и началось прятание за укрытиями и это настолько скучно что даже скучно об этом думаете вспоминать доски ящики вот это да 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 то есть типа эта игра изобилует разнообразными ситуациями окей да я так мне так надоело таскать мусорные баки что я уже проклинал это все такой водоем доска для перевозки или нагромождение говна мусорный бак другое нагромождение говна доска для того чтобы перебросить с одной кучи говна на другую кучу говна и такой твою мать ну и где здесь 10 ну что такое то есть она не производит впечатление игры которые что-то новое тебе рассказывает ставить не 10 просто потому что она хорошая просто потому что она здорово озвучена просто потому что она цельная и очень качественно просто очень качество сделано окей да здорово ребят ну кто-то говорит что там не знаю отдельные личности не могут играть старые и хардкорные игры потому что разбалованы и привыкли что значит у них мыльное кинцо там да так называемым происходит на экране а кто-то разбалованы просто всяким говном и качественная игра которая просто хорошо сделана и у которой не видно швов для вас является откровением я этих качественных игр знаете сколько видел очень много да немного но немного но много вообще немного на самом деле много нет ну да да немного короче я с тобой согласен в том что игра совершенно ничем не нова но она сделана очень качественно условно очень красивая просто все кто ее хвалит оставить десятки они любят таскать доски с кучи говна на кучу говна вот это все и в итоге 10 из 10 о боже и еще ну единственное что не по-настоящему уникально это сюжетные повороты они вообще замечательные уникальность и они ну я не сильно уникальное в каком смысле уникает ты что не знаю что негр умрет на нем как у них и мотивирует на дальнейшее прохождение игры но то что происходит во время прохождения это уже не так увлекает ну вот как то так я не очень понял короче вступление было просто потрясающе роли хорошая чуть не проследился кстати тоже и несколько сюжетных сцен которые видел потом они мне тоже очень понравились на бросил я играть не из-за них бросил я играть из-за того что мне надоело таскать доски ну да вот как вы относитесь тенденции последнего времени делать open world игры да она уже так давно на самом деле настолько последнее время она параллельно идет уже совсем делают не иммерсив игры делал в аркейн студию сделать не иммерсию делают иммерсив шутерс который без открытого мира вот с открытым большими уровнями да где пётр вы говорили что вы любите развитие старых идей если фиф 4 старые идеи будут очень качественно реализованы при этом не будет и при этом не будет новых вам понравится игра понравится ли вам играть там будут только старые идеи а дело в том что там не только старые идеи то есть там конкретно в как я уже сказал вы наверно пропустили игра очень сильно осовременена загнана в рамки понятного простого доступного геймплея который во многом убивает в общем-то все чем является циф эта игра не должна быть ну то есть ты можно испортить очень просто покажите куда мне идти как дела секс юмин революшн грубо говоря да и все и вы все сломали все все не как бы огромный процент удовольствия до огромный процент удовольствия от этой игры он сосредоточен в том что вы исследуете зону в которой находитесь вы не пользуетесь подсказками которые который вам оставил разработчик вы сами по себе вот вам уровень и работайте над этим вы не пользуетесь там не знаю грубо говоря в сф есть момент когда вы можете залезть на верхотуру и с этой верхотуры упасть на противника с ножом это делается по нажатию одной кнопки здесь вот в старом сфе этого нет вы можете убить противника с одного удара только если вы находитесь сзади него и вы должны нанести удар сами вы не должны нажать кнопку и посмотреть как про город падает с высоты на голову врагу и в данной ситуации казалось бы ну аналогичные как бы опа 717 погнали вот так казалось бы аналогичные до истории но нет потому что здесь вы можете подкрасться к врагу все сделать идеально вы на ковре вы там все никто вас не видит вы уже находитесь в тени там не за вами надо будет прятать труп и вы на и промахиваетесь и все у вас все рушится вы должны или переигрывать или как-то и сам импровизировать вот в слив там это строится в виде кьют и и сцены и и все конкретно сцена с обрушиванием на голову чувака было и в дизона да и она была дизона кто ее по-другому никак не реализует то есть реализуешь но но тут это сложно но с другой стороны да над этим надо подумать как-то реализовать просто это очень сильно рушит баланс да то есть ты падаешь противнику на голову это знак равно что он убит в дизонор такое было делаешь кроме как нажимаешь на одну кнопку да все мы спасены задание выполнено я на улице у вас изменилось как-то мнение об xbox one после того как microsoft приняла политику трм сони пусть короче все горит в огне пожалуйста уже я не понимаю что кто там что еще я я слежу серьезно за всеми этими историями проложения понимаю что проходит что происходит слушай я не знаю мы уже час сидим ровно но чуть-чуть давай чуть-чуть чем играем посмотрим что следующие миссии следующая миссия вот сейчас за кадровым голосом гаррид будет рассказывать что ну значит вот этот скиптор надо сбыть но чувак который ему его заказал все в тюрьму его надо вытащить потом выйти на улицу потому что это какими уведения стоит добавить да никаких там реально надо все отрезать просто все почему почему dark souls хорошая игра потому что оттуда все убрали вообще просто нахер убрали убрали подсказки убрали вик тайм ивенты убрали вообще все это все зависит от вас вся игра в ваших руках если вы проиграли умерли упали с корая пропасть и знаешь что вы вы неправильно играете кстати мне кажется что современным играм этого в принципе не хватает когда вы ответственность перекладывается на игроках когда игра оказывается говном не потому что там неправильно это момент расставлены знаешь по карте когда когда что-то другое ну то есть когда ты ответственно полностью за прохождение вот вот это плотно этот хорошо да люди люди когда-то я не понимаю я помню просто во времена 8 биток во времена 8 биток мы все орали говно этот там кто там команда короче я там него даже на уровне пройти и все да это вообще на дэнди на горюк так она была ужасно сложная джипов нет на платформе у платформы грин берет ну ладно ну да а команду с принципе тоже такая я там некоторые первые не могут пройти жутко сложным отыграл команды я я прошел команды почти полностью почти был сикмен а у старой команды с я прошел от начала до конца и они значительно проще так смотри вот это вообще отлично ты начинаешь в этой миссии тебе в тюрьму надо пройти который находится внутри горы она на вершине горы ты начинаешь у подножия это горы тебе нужно пройти через заброшенный шахты в которых зомби привидения где нет карты шахт вообще да значит здесь нужно вы освободить катти надо она понятно хочет трахнуть сестру какого-то урода и значит надо освободить это уроды также кто-то спер у у него лаки хэнда в горе и надо эту штуку вернуть некий артефакт тысячи тысячи денег вынести и вынести вы собственно говоря вы в мс катего не вас кстати говоря вот этот уровень сейчас не знаю как сейчас но некоторое время назад я разговаривал с максимом самоленко он сказал что эта миссия сейчас переделывается пользователями потому что ты доходишь до ну через вот кстати можно купить подсказки в вот видишь former prisoner of cracks left says his info и ты получаешь карту за 100 баксов а сколько денег 460 все 300 баксов ход тип но я буду вот это вот отдал а так у меня денег столько сколько я вынес с прошлой миссии да потом в твоих интересах и по все обычным очень надо все поехали кстати здесь создается баланс вот этот экономический тебя требует тебе требует какое-то количество денег вынести больше чтобы ты мог все купить потом да короче здесь есть один серьезный недостаток в этой миссии здесь такой дизайн уровня что ты ну как бы в тюрьме нету парадного входа то есть как бы люди они как будто бы там или замурованы навеки вечные или ходят на работы вот тут плавая вот сюда то есть ты доходишь наверх это тюрьмы и ты доходишь до зала где по логике вещей вот как будто бы ну вот вот прям место для ворот но их нет и поэтому тебе обратно надо опять через зомбарей и и вот отсюда выпрыгивать потом но может просто на время затопило и пока не вызвали там сантехнику это рону джереми он же играл в марио точно так петра уже второй раз насильно вытаскивать трансляции да нет просто прошли миссию прошел час 7 заданий на миссию задание для человека из стали ну да и рис петр после прохождения last of us вас не было чувства как сказал антон логвинов такое ощущение что комок говна в горло вставили и оставили а логвинов не понравилось или не понимаю сейчас по этой праве вставили не оставили мне казалось может не казалось не показалось и снова с нет у меня не было такого чувства у меня было чувство такого какой-то не звено то есть там да там хорошая концовка то есть все заканчивается так что ты думаешь такой ну да вы родили где рассказывает мне не буду вот но я я все ждал понимаете я все ждал этот игры когда же начнется круто я проходил каждый день на работу и говорил ну что ты играю короче игра игра хотя какой каждый день в твиттере писал ну да смотри телевизор да в твиттере я писал о том что но дошел до этого момента короче ну чё-то пока никак и вот в таком духе и то есть я все ждал когда же начнется ура потому что не голен участвует два часа поиграли там вообще нормально будет вот а нормально все чуть никак не начинал я видел очень прикро видел очень прикольный твит право ступас я как раз в этот момент думал о том что там очень однообразные вот эти геймплей экшенс я думал блин вот бы там было что-нибудь интересное я читаю в твиттере там ретвит от какого-то джима стерлинга чувак пишет ну на самом деле last of us преображается с появлением джетпака чего да и я такой опа и даже задумался неужели там появляется ракетный ранец ну не знаю да не это чушь и это естественно оказалось шуткой но не знаю забавно но не знает джетпак может быть преобразить любые образе усвоили да такая история то есть кто-то видим разделяет это прикол как раз на тему того что посмотри сейчас вот вытерпи первые два сезона а дальше сериал начнется нормальный да в общем друзья если вы еще не поняли я вам все-таки это самое продублирую мне очень нравится тыф я настоятельно рекомендую вам всем ознакомиться с ним потому что ну это та игра которую очень здорово в принципе иметь в своем культурно игровом багаже чтобы уметь отделять зерна от плевел вот что я вам скажу уж когда вам захотят продать стык для консоли в этом году или в следующем для консоли следующего поколения задумайте вы просто подумаете два раза надо вам она или нет я бы в принципе конечно его мой ладно все что я все равно буду в это дерьмо играть да и причмокивать и 7 10 и такой вот так она и будет потому что больше никто не будет этим заниматься и так понимаю вот ну и плюс я дико ангажирован я фанат дизонор я снимаю шляпу перед людьми которые смогли в 98 году сделать такую игру как ты потому что она положила начало ему что огромному жанру до который я сейчас люблю и какой бы непрозрачной не казалось связь между сыпьем bioshock она есть есть в людях которые и делали в идеях которые в эту игру вложены поэтому да друзья сыпь the dark project прямо сейчас на стиме ее можно купить за сущие копейки почему 13 рублей думал сейчас стоит ну что-нибудь из этой серии отлагаю да так твари может быть эйдос монреаль стоит задуматься над собственным новым айпи а не заниматься перезапусками это эти вопросы задают все время все компания хотя что эйдос монреаль делали в последний раз и dsx до human revolution ну тут такая фишка я сейчас объясню и я понял вопросы должны на него ответы эйдос монреаль они же принадлежат square enix square enix хотят очень много денег но они пришли они пришли в европу и хотят очень много денег я не знаю насколько много но к примеру их не устроил их финансовый год прошлый а то что цифры там были а цифра нормальными не нормальная имеется ввиду продажи там брайдера хитмана и я не знаю какие-то перепродажи там deus ex вот их не устроили эти цифры что это значит и это при том что они работали именно с перезапусками сиквелами и так далее это значит то что они рассчитывают срубить бабла но не то что по легкому но это будет легче вот и поэтому эйдос монреаль в данной ситуации как скорее всего и какие-нибудь а интерактив они не будут заниматься новыми франшизами потому что заработать денег на новой франшизе ну номинально гораздо сложнее вот развернуто вот так это факт да поэтому они будут заниматься перезапусками правда после фиф перезапускать им будет уже нечего и вот тут посмотрим у ее так у меня нету святой воды нихрена да она здесь есть кстати где-то неподалеку в источнике да здесь есть источник святой не шутка это не все что-то такое помню как раз браток давай вот еще легаси оф кейн я попал я попал я попал я попал я попал не хорошую ситуацию не общенную чудо по легаси кейн будешь может быть трансляция но скорее нравится уйдет вашу мать ребят откуда у вас в моем исполнении тебе нравится она же для playstation разве нет для 1 я в нее играл на пока легаси оф кайната с видом сверху а потом еще соул риверс с видом от третьего ну да 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 я не играл соул ривер я про него читал это это изначально влага для ps1 насколько я помню так и как она достойна в легаси оф кайн я в нее немного проиграл ну это знаешь я не понял короче в чем там прикол особо источник на первом этаже ну да это я знал спасибо да тут нет он не на первом этаже он кстати там где я забрался куда я забрался но видимо куда-то не несколько очень неверных поворотов и вы и вы здесь я сейчас просто так уверенно иду потому что я вот эту миссию проходил сам недавно совсем сидя на работе антона не понравилась концовка фас вот поэтому и комок ты сказал что она нормально все сказали что она нормально просто я на самом деле вот антоном непросто я в итоге добью эту игру потому что недавно и олег ставит не сказал что она нормально я после этого серьезно задумался ну и он стоило пройти просто для того чтобы понять откуда столько всего плюс я но мне в твиттере писали что типа не читай рецензии ты журналист а я здесь выступаю как обычный игрок то есть у меня есть до определенный background там понимание как должны выглядеть хорошие игры но при этом я прочитал несколько рецензий на last of us я прочитал статьи там с комментариями людей которых я вроде как знаю там или не обязательно знаю ее все поголовно хвалят я ее включаю такой ну и блин зачем так ну то есть вы меня обманули вот и мне показалось немножко странным плюс опять же я хотел бы сказать что надо перестать сравнивать игры с кино потому что last of us настойчиво сравнивают с дорогой настойчиво при дороге сравнивают уже все зомби фильмы все фильмы про постапокалипсис дедлайт помнишь да тоже сравнивают дорогу серьезно я каким до самым обычным образом по атмосфере то есть все настолько же мрачно ну фиг знает просто смысл в том что когда я смотрел дорогу я держался за голову просто весь фильм я просто был организации но это книга вообще да да а то есть организация да да хорош с вига мортенсона в главной роли и шарлиз таро подожди прям так называется дорога дорог окей ладно очень крутой фильм я я был в ужасе от того что там происходит и the last of us безусловно это наивное произведение которое не идет ни в какое сравнение по накалу просто хотя там есть трогательные моменты да здесь еще вспоминается дмитрий глуховский который значит рассказывал о том насколько серьезно все в игре метро last light вот ну можете ругать меня за это сравнение но для меня конкретно для меня такой нас салман на голову конкретно для меня игра last of us сталкивается с теми же проблемами что и метро last light то есть она настолько серьезная настолько серьезная что не могу к этому серьезно относиться ну то есть в моем понимании я я играл в игры про зомби про постапокалипсис и про ужас там не знаю в жизни в пустыне и радиации среди мутантов ублюдков насильников и каннибалов с 90-х годов я немножко вот на этом на всем вырос то есть для меня если герой спускается в подземелье где у него есть только фонарь вокруг полно ужаса должна играть качающая музыка так и чтобы я шел такой да а здесь вот это и ты стал сантанала слышь да да и тут ну ладно не понравилось и не понравилось вот то есть для меня абсолютно идеальная иллюстрация просто апокалипсис это fallout мы сейчас не сравниваем а просто я причем какой 3 1 2 нет эти 3 я тоже очень люблю 3 это 3 еще имеется ввиду изобразительного уровня да я как раз читал воспоминания дизайнера там одного из и он рассказывал что он они хотели сделать игру смешной и правдоподобные но правдоподобные и смешной одновременно в том смысле чтобы это эти два фактора друг друг друга были классно вплетены то есть она должна быть правдоподобна благодаря тому что она местами смешная то что юмор это здорово люди шутят в любых ситуациях люди шутят только не выграют по черному они шутят или по-доброму они шутят от неважно и вот он там очень здорово рассказал что типа банда как представь себе просто представьте это живо представьте банда кочующих каннибалов в клоунских нарядах кучующих каннибалов то есть это мрач и ездить где-то в клоунских масках такие ублюдки наш в оранжевых тюремных костюмах такие это узнаваемый образ да это круто но типа если они вдруг начнут кидаться в главного героя тартами вот это будет перебор вот то есть и фоллаут соблюдена эта тонкая грань между чернухой и правдоподобностью и она одно с другим так заигрывает благодаря этому получается цельная такая объемная картина мира когда тебе просто показывают что все плохо 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 картина получается плоская в last of us в меньшей степени в метро last light сто процентов просто 2d игра в которой все настолько плохо что ты знаешь смеешься как в плохом спектакле трагедия плачут только актеры остальные смеются представление как раз после него ну то есть остальные смеются над тем какие гримасы строят актеры пытаясь выдавить себя слезы наиграны в общем да предлагаю заканчивать ну да просто на это уйдет часа два в принципе показали да как раз предложили полное прохождение сегодня спасибо что были с нами стас ломакин петр сальников играли в тыф the dark project который накануне выхода всех ваших любимых игр этой осени можно и нужно приобрести особенно если вам точно так же как нам абсолютно не во что играть спасибо что не есть во что играть ну да ладно все пока покедова и в